АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня первыми из московских команд организационное собрание провели «Динамовцы» Илья Казаков с творческим пересказом повестки дня. Возвращение из отпуска московских «Динамовцев» совпало с зимними холодами, свалившимися на столицу. Поэтому конференц-зал стадиона «Динамо», где сегодня прошло первое предсезонное собрание команды, угрошали обогреватели, придававшие ему несколько специфический вид. Горькие мысли о неудачной концовке прошлого сезона большинство футболистов выжигало раскаленным солнцем на зарубежных пляжах. За это время старожилы успели соскучиться друг по другу, и, наверное, поэтому «Динамовцы» начали съезжаться к стадиону задолго до назначенного срока и радостно делились впечатлениями. Сергей Гришин, например, пересек пол Европы для того, чтобы погостить у Клюева и Демченко. А его тезка Некрасов купил себе новое средство передвижения и купался в поздравлениях. Новички, которые в соответствии с требованиями этикета вообще не имели права опаздывать, появлялись в зале дружными группами и скромно рассаживались вдоль стенок. Руководство клуба и игроки основного состава вели себя по отношению к новобранцам очень приветливо. Но, тем не менее, скомность последних была заметна. Это понятно, учитывая, что громких приобретений в «Динамо» пока нет. Были другие предложения, и неожиданно возник этот вариант. Конечно, я решил в поле с «Динамо», потому что все-таки «Динамо» – это традиция, но выбрал это предложение. Если честно, вы до этого за какую команду болели выше Лиги? За «Спартак». «Динамо Москва» все-таки «Динамо Москва» по сравнению с другими клубами. Как сказали, здесь традиции поддерживаются изданно уже. И решили некоторые факторы. Например? Не хотел говорить. Но это не финансовый фактор. Просто «Динамо Москва» борется за чемпионское звание. В числе присутствующих были игроки, чье будущее в команде пока не ясно. Практически у каждого из них контракт с «Динамо» истекает 31 декабря этого года. Но говорить о том, что они стопроцентно уходят, более чем преждевременно. Так Поваров просто не удумевал, узнав из газеты, что он перебирается в московский «Локомотив». Три лидера команды Кобелев, Терехин, Ковтун, та же, скорее всего, останутся «Динамовцами» и в следующем году. Как вы сами оцените шанс на то, что останетесь в команде? И когда прояснится? Завтра, я думаю. Завтра у нас с президентом состоится разговор. Дума, тщательно завтра все решим. Все вопросы. То есть вы сейчас пока склоняете больше тому, чтобы сказать «да». Да. В переполненном зале бросалось в глаза отсутствие главного тренера «Динамо». Николай Толстых, открывший собрание, сказал, что Адамас Голодец должен завершить курс лечения к Новому году. А до этого времени исполнять его обязанности будет Александр Новиков. Ну а задача на чемпионат осталась у команды прежней. Первое место. Как это принято говорить, пользуясь случаем, передаем пожелание скорейшего выздоровления Адамасу Голодцу. Письмами и сообщениями на эту тему заварены как компьютерные, так и реальные почтовые ящики футбольного клуба. Основной тенденции наступающей предсезонки обещает стать мандраж фаворитов. Руководителям доминирующих клубов портят нервы воспоминания о судьбе Алании в уходящем году, когда блестяще проведенная селекционная работа и серия запоминающихся побед в тренировочных матчах на деле, как оказалось, предвещали провальный сезон. Морально-волевой в скобках психологической подготовки, поэтому нынешней зимой будет уделено специальное внимание. Возможно, даже последуют публичные казни, ведь давно замечено, что если примерно наказать подраспустившуюся звезду, остальные члены команды надолго впадут в необходимый для работы тонус, так что звезды будьте внимательны. Вообще, накануне нового сезона, так называется Новый год в узкофутбольном смысле, практически все сильные, но не чемпионские клубы рассчитывают на появление новых лидеров. Значит, ежегодная церемония вручения профессиональной премии стрелец Российского футбольного союза по итогам прошлого сезона по определению не только запоздала. С пресс-конференции, тем не менее, Александр Ткачев. Сегодня, когда в Москве ударили холода, именуемые во всем прочем мире русскими, а у нас более емко и точно лютыми, на Лужнецкой набережной состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему проведению церемонии профессиональной российской футбольной премии стрелец. Особливая теплота обстановки объяснялась камерностью происходящего события. Общее количество журналистов, пишущих, снимающих и прочее набралось ровно на одну футбольную команду, а вместе с официальными лицами и опоздавшими даже на короткую скамейку запасных к ней. Таким образом, презревшие непогоду становились обладателями, по сути, эксклюзивной информации, выразившейся в оглашении списка претендентов на получение заветных фигурок. Неожиданных фамилий среди кандидатов по амплуа практически нет. Примечательно лишь, что в результате опроса профессионалов, под коими подразумеваются тренеры и судьи, фамилии Алиничева и Веретенникова указывались сразу в трех номинациях – лучшего диспетчера, полузащитника атакующего плана и нападающего. По сравнению с прошлогодней церемонией, номинаций стало на три больше. Добавились стрельцы лучшему иностранному игроку, выступающему в России, телередакции ярче прочих освещающих футбольные события и самому зоркому фотокору. Среди множества престижных номинаций есть две самых-самых. На пресс самый ценный игрок претендует Дмитрий Алиничев, Спартак, Олег Веретенников, Ротор и Дмитрий Хохлов, Торпеда Ложники. Лучший тренер – Олег Романцев, Виктор Прокопенко, Ротор и Олег Долматов и Юрий Семин. Красочное пиршество третьей церемонии премии «Стрелец» разразится в 19.00 23 декабря в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Доподлинно известно, что не будет на церемонии московских спартаковцев в полном составе у бывших в отпуск. Зато игроки «Ротора» приедут, видимо, всей командой. Однако с нынешнего года деятельность Фонда популяризации и развития футбола «Стрелец» не будет ограничиваться рамками церемонии выявления лучших. Будучи маем, возможно июнем, в Москве на стадионе «Локомотив» или в Петербурге пройдет день футбола, в течение которого состоятся всевозможные соревнования и выступления артистов. А венцом станет матч между сборной России и легионерами, выступающими в нашем чемпионате. Мы хотели бы, я надеюсь, что это тоже нам удастся, снять клип какой-то, где бы можно было объединить болельщиков, футболистов, так сказать. То есть создать, в общем, одну команду. Это то, что происходит в маленьких странах, когда играет сборная команда, и вся страна болеет. Небольшое отступление. Евгений Майоров, маститый спортсмен и комментатор, в прошлом декабре был удостоен премии «Стрелец» в номинации «Лучший комментатор года». Это был первый подобный приз, официально вручавшийся Российским футбольным союзом тележурналисту. Сам Майоров, что многих удивило, назвал эту награду второй по значимости за всю свою спортивно-телевизионную жизнь. Вперед поставив только золотую олимпийскую медаль Инсбурга. В субботу Майоров хоронили. Печальная церемония собрала практически всю спортивную общественность Москвы, но ни одного человека, ни официально, ни неофициально, Российский футбольный союз не прислал, чтобы почтить память своего первого лауреата. Вот так. Важный поворотный момент приближается в европейском клубном сезоне. Еще один уикенд, и практически весь крещеный католический мир прорвет свои игры на рождественские каникулы, которые в холодных странах планово затянутся на месяц, а то и поболее. В предпоследнем предпраздничном туре наши легионеры выглядели буднично. В составе Брюгги впервые не забил Эдгар Схенкауск. Впрочем, это естественная пауза после пяти голов в трех первых матчах. Дмитрий Хохлов снова чуть-чуть поиграл за Индховен, но основные силы и он и команда берегут для следующего воскресенья, когда им предстоит сыграть с победно-шествующим Аяксом. В Италии забил Игорь Колыванов. Этот эпизод мы сможем показать вам только завтра. А с реестром легионерских достижений, поступивших в редакцию к этому часу, Георгий Черданцев. Сельта Александра Мостовова чередует победы с поражениями, причем проигрывает, как правило, в гостях. Во втором тайме Мостовы мог увеличить счет в пользу Сельта до 2-0, но, как обычно, предпочел ударить красиво и в раму не попал. Спортинг Игоря Ледяхова наконец-то не проиграл, пропустив всего один мяч, правда, не блеснув и в атаке. Ледяхов чаще атаковал с левого фланга, и ему регулярно удавались прострелы в штрафной Саламанке. Однако партнеры упорно транжирили моменты. И тогда Ледяхов взял игру на себя. На 44-й минуте он умудрился с нулевого угла закрутить мяч в ворота. Сделе Ледяхову забить не дал, но и не смог помешать Кухарске сыграть на добивании. Расинг с Владимиром Бесчастных неожиданно проиграл дома Сарагоси без Владислава Радимова. Силу преимущества гостей, моментов у Бесчастных по ходу матча практически не было, хотя свой гол он все же забил, воспользовавшись ошибкой обороны Сарагосы. Благодаря активным и полезным действиям Валерия Карпина, Сельта в первом тайме переигрывала в гостях атлетикой Спильбао. Карпин выглядел сильнее своего визави на правом фланге атаки Сельты и регулярно снабжал острыми передачами ревива. Взаимодействия этой связки обернулись красивым голом израилетянина за минуту до перерыва. Во втором тайме Карпин с двумя атлетами из Бильбао на плечах протащил мяч через полголи и выложил его под удар соотечественным по мостовому. Как оказалось, старался Карпин напрасно, Сельта проиграла 1-2. Затонувший на дне испанской таблицы хихонский спортинг в одиночку пытается спасти Юрия Никифоров. В домашнем матче против Саламанки Никифоров проводил большую часть времени у ворот гостей. В начале матча он выполнил штрафной с 25 метров, но удар убойным не получился. Вскоре Никифоров оказался в штрафной при подаче углового и, выиграв верховый мяч, угодил в крестовину. Сощитник хихонцев был самым активным в атаке хозяев и после перерыва. Позабыв об обороне, Никифоров упрямо шел вперед и мог принести спортингу победу, если бы повезло на добивании. Международная информация. Терри Венебелс уже со своей стороны опроверг предположение, что он все-таки дал согласие возглавить на чемпионате мира во Франции сборную Нигерии. Венебелс ослался на то, что еще пять месяцев у него действует контракт с Австралийской Федерацией Футбола. Параллельно председатель этой организации Дэвид Хилл заявил, что достигнута договоренность о подписании нового контракта с Венебелсом сроком на 4 года. По словам Хилла, договор будет заключен в начале января. Стоит напомнить, что Австралийская Федерация ходатестила перед ФИФА о включении ее в следующем отборочном цикле в любую другую территориальную группу, кроме Океании. Хоть в азиатскую, хоть в южноамериканскую, хоть даже в европейскую. Австралийцы справедливо полагают, что соперничество с объективно слабыми командами, ну типа сборной западного Самуа, препятствует развитию футбола в стране. Нашу программу продолжит подборка наиболее заметных матчей европейских выходных. В Германии осложнился вопрос о лидерстве. Кейзер Слаутерн приехал в Берлин после второй в сезоне победы над Баварией. И вдруг уже на второй минуте начал проигрывать скромные Герти. Вратарь Райенке так напряженно ждал рикошета, что когда мяч после удара Карла никого не задел, просто растерялся. В первые 20 минут Герта могла забивать еще. Такой поворот событий, впрочем, трудно считать сенсационным. Ведь еще в прошлом году берлинцы вместе с Кейзер Слаутерном играли во второй Бундеслиге. Следовательно, не испытывали перед лидером никакого пиетета. Наоборот, скакнувший в этом сезоне из новобранцев лидеры Бундеслиги уже первый Кейзер Слаутерн заволновался перед лицом старого знакомого, как внезапно разоблаченный самозванец. Спасло команду Рюхагеля то, что к концу первого тайма разыгрался смутившийся было Райенке. Мало того, за несколько минут до перерыва размашистую атаку, организованную Вагнером и Ротинио, развернутую веером справа налево, должен был завершать с форца. Но плохо подработал мяч, а когда решился бить, вратарь Герта Кирай успел занять правильную позицию. Это был единственный шанс Кейзер Слаутерна спасти игру. После перерыва лидер продолжал нервничать, и в середине второго тайма Райенке опять ошибся. Неуверенно пошел на перехват, проезд нанес коварный удар, который Шонберг побывал уже из-за линии ворот. 2-0. Деморализованный Кейзер Слаутер не провел больше ни одной путной атаки, оставшееся время убив на разборке швырявшуюся мусором публику, что забавляло даже соперников. Лидер сам упустил победу в довольно посредственной игре, которую спасали только гримасы на редкость комичного арбитра. Бавария этим временем в упорной борьбе переселила мягченгладбургскую Боруссию 3-2 и сократила отрыв от Кейзер Слаутерна до 4-х очков, тем самым ликвидировав последствия поражения в очной встрече. В Италии матч черно-полосатого Интера с Ромой имел существенное значение. В придаче в составе Интера отсутствовал Рональдо, но вскоре выяснилось, что и опытный дублер Марко Бранко может оказывать на защитников соперника не меньшее давление. Сперва он сам едва не забил после ошибки Пивотто, а чуть позже акции устрашения продолжил Симеоне. Он мог придумать что-нибудь и поэффективнее, чем медлительный финт влево. Тогда не пришлось бы вымаливать в суде красную карточку для Канцело, и можно было бы забивать самому. Но и реализованному Джархаевом пенальти Симеоне порадовался вполне искренне. 1-0. А после перерыва преимущество Интера в классе стало демонстративным. Спокойно отражая наскоки римлян на своей половине, миланцы очень быстро выходили из обороны. Решающее ускорение атакам обычно предавал правый хав Морьера. Именно он на 49-й минуте подал мяч в штрафную, где Сартер и Бранко элегантно разложили потерявших ориентацию защитников. 2-0. После чего вместо Бранко на поле вышел Самарана, и на поле сложилась интернациональная южноамериканская кампания. Она организовала Интеру третий гол. Пас из центра выполнил Зе Эльяс, Санетти привел мяч в штрафную, и Самарана же нанес итоговый удар. 3-0. К этому времени Рома играл уже в меньшинстве, и сил у нее не хватило даже на пресловутый гол престижа. Тем временем главный председователь Интера Ювентус неожиданно сыграл в ничью с Пьяченцией. Теперь отрыв миланцев составляет 4 очка. Свои последствия имело и поражение Ромы. Утина захватила ничью, чтобы стать третьим. Ну, Рома еще встанет на ноги. Вы поправите, Самаре Татрадзе все вам покажет. Вы смотрите футбольный клуб. В концовке сегодняшний выпуск вам предстоит видеть нечто неординарное, поэтому слабонервным лучше сразу удалиться. Или на ходу конец заранее сесть в мягкое кресло, из которого уже невозможно выпасть в обморок. Речь пойдет об этой анатомии футбола, об одной из самых тяжелых травм, из тех, которые случаются довольно регулярно. О разрыве крестообразных связок колена. Именно такое повреждение получил Татрадзе весной в матче с Люксембургом. В этом сезоне еще трое наших футболистов на Западе мучились от подобного повреждения, причем не заиграл пока никто. Разрыв крестообразных связок в лучшем случае означает полгода лечения. Что-то означает в худшем случае, вы поймете сами, если наберетесь сил и вместе с Сергеем Мещеряковым углубитесь в тему. Травмы в спорте неизбежны, и нередко они определяют судьбу того или иного спортсмена. Что касается футбола, то здесь наиболее серьезными считаются травмы коленей, среди которых самое опасное – разрыв передней крестообразной связки. В разное время эту травму получали Игорь Колыванов, Сергей Киряков, Дмитрий Харин, Игорь Добровольский и многие другие. А Марий Татрадзе лишь совсем недавно появился на поле. Он не играл из-за разрыва крестообразной 8 месяцев. В коленном суставе находятся две крестообразные связки – передняя и задняя. Риску разрыва больше подвержена передняя. Обычно ее повреждение связано не с грубой игрой, а с неудачным движением, плохим качеством поля или критической нагрузкой на колено при переходе с естественного покрытия на искусственное. Крестообразная связка позволяет костям свободно двигаться в суставе, в том числе и вокруг оси. Поэтому при ее разрыве игра в футбол становится невозможной. Единственный выход – оперативное вмешательство хирурга. Клиника АПРА в бельгийском городе Антверпен специализируется на ортопедии. В свое время здесь лечились Ван Бастен, Гулит и другие известные игроки. Все они стали пациентами профессора Мартенса, ведущего специалиста по операциям на коленном суставе. Еще 10-15 лет назад разрыв крестообразной связки почти наверняка означал конец карьеры футболиста, говорит Марк Мартенс. В настоящее время прооперированные игроки не только возвращаются в футбол, но и имеют возможность играть в полную силу. Пациентами Мартенса становятся не только футболисты, но и представители других видов спорта. В данном случае это лыжник. Технология замены крестообразной связки может быть различной. На этот раз используется часть ткани с коленной чашечки пациента. В свое время точно так же был прооперирован пол Гаскоин. Для операции Мартенсу понадобится артроскоп и миниатюрная камера, которая позволит сделать минимальное количество надрезов. Пациент при этом находится под общим наркозом. Чтобы добраться до поврежденного участка, приходится удалять часть кости коленной чашечки, соединенной с крестообразной связкой. Операция так называемым закрытым способом позволяет избежать глобального вскрытия колена пациента, что практически исключает послеоперационные осложнения и обеспечивает более быстрое заживление. Это часть ткани, призванная заменить поврежденную связку. С помощью артроскопа Мартенс препарирует колено, удаляя старую связку и заменяя ее новой. Для этой цели в мягких тканях проделываются отверстия. На этом, собственно, операция заканчивается. Однако для футболиста это только первый шаг к выздоровлению. Хотя более 90% подобных операций завершается успешно, прежде чем выйти на поле, игрок должен пройти целый комплекс восстановительных мероприятий, включающих в себя гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и прочее. Все это займет не менее пяти месяцев. Но даже после возвращения на поле заиграть на прежнем уровне удается не всем. После того, как свое дело сделает хирург, футболисту остается уповать на природу и собственные силы. И многим еще предстоит доказывать, что высшей точки в своей карьере они еще не достигли. Видите, игра в футбол все-таки это нечто чуть более сложное и чуть более неприятное, чем просто поставить роспись в ведомости с огромным контрактом, пусть даже и заграничным. Берегите здоровье, берегите колени, играйте в футбол. Увидимся завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok